В советские времена сильно не приветствовалось какой-то лишний побочный заработок. Это называлось трудовые доходы, стяжательство и прочее. Но я считаю, что каждый нормальный человек не должен довольствоваться тем, что у него есть. А хочется еще чего-то большего, хочется цветной телевизор и новую машину, и детей одеть, и магнитохон, эту бомбошку, дочке купить. Поэтому я занимался всяческими побочными доходами, выращивал розы, выращивал кюльпаны. Даже в те хорошие времена большим спросом в стране нужен был натуральный шелк. Я выращивал кокон из шелкопряда. Это ровно 40 дней от того, как ты получил личинки этих червяков до того, когда уже ты сдал кокон. Очень интересное, очень тяжелое в физическом труд по выращиванию. Значит, их надо кормить, считай, круглосуточно этого червяка. Значит, сначала я взял коробочку, спичечную, коробочок. Вот там насыпано, значит, яйца этих шелкопряда червяка. Из вот этой коробочки сначала их на листик бумажный положил и молоденьких листочков нарезал там, ну, 5 грамм. Через час ты уже 20 грамм им режешь. Растут на глазах. И в итоге, получается, с этой коробочки, ну, где-то около 120 квадратных метров они площадь занимают эти червяки. А потом эти коконы уже выбираешь и сдаешь на коконосушильную переработку. Там пункт. Значит, очень занимался розами. Значит, тоже очень кропотливый. Но доход проносил в семью. Это идешь на буераке, где растет дикий шиповник. Рвешь эти ягоды по осени. Потом их перерабатываешь, измельчаешь. На зиму, значит, в подвал ложишь в песке, в мокром, чтобы они разбухли чуть-чуть. Потому что само зернышко, значит, очень плотное. И чтобы оно лучше прорастало, оно должно чуть ли не полгода лежать во влаге. Вырастает шиповник. Потом к этому шиповнику проривается уже культурная почка. И на третий год уже вырастает культурная роза, которая благоухает. И вот этот уже куст этой розы везешь и реализуешь по всей России. А где эту почку брали? Значит, АД тоже у каждого, который занимается, у него есть маточник. Отдельно всякие сорта роз. Уже несколько лет растут. Друг с другом меняемся. Даже доходило до того, что где-то там услышал интересный сорт. Едешь, покупаешь за сумасшедшие деньги, но ты знаешь, что у меня такой сорт есть. Адрес. 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 Адрес.